Я приехал забирать котенка не потому, что хотел именно его, а потому что прочел в интернете, что иначе его выставят на улицу. Бывает такое, случается, к сожалению. Заводчики разные бывают, поэтому даже не рассмотрев как следует фото малыша, я поехал. Когда открыли дверь, в ноги мне подкатился маленький пушистый комочек с непропорционально большой головой, короткими прижатыми ушками и широкими лапами. На тоненьком худом тельце это смотрелось просто ужасно. «Вот», — сказала женщина, — «остался один, уродец. Никто не берет даже бесплатно. А он пристает к своей мамке, а та его лупит. Да и безобразничает он бесконечно». «Паршивец, короче говоря», — подытожил я. «Точно», — согласился мужчина и пригласил меня перекусить. Первым делом малюсенький паршивец неизвестно каким образом стащил у меня с тарелки кусок колбасы. А когда мы все втроем помчались за ним в прихожую, то обнаружилось, что в моих туфлях уже находились маленькие лужицы. Паршивец сидел рядом и облизывался. Он смотрел на меня снизу вверх своими огромными светло-коричневыми глазами, а кусок колбасы он проглотил, не разжевывая. «Негодяй же просто какой-то», — заметила женщина, тяжело вздыхая. «Мерзавец», — добавил мужчина и замахнулся на него газетой. Малыш сжался, закрыл глазки, ожидая удара. Я успел перехватить руку с газеты и заявил. «Это же какой запредельный паршивец, запаршивец, короче говоря, беру». Забаршивец открыл глаза и заинтересованно посмотрел на меня. «Вы мазохист?» — спросила в шутку женщина. «Вообще-то я сада мазохист», — поправил я ее. «Что-что? Как?» — с ужасом посмотрел на меня муж с женой. «Я говорю, да сад у меня есть небольшой. Вот там я и занимаюсь мазохизмом. А вот этот мерзавец негодейский мне помогать там будет». И я, наклонившись, погладил малыша. Было лето, так что вылив из туфель сюрприз от запаршивца и сняв носки, я посадил его в переноску и пошел босиком к машине. А там, немного подумав, открыл переноску и вытащил малыша, посадил к себе на колени и поехал. Запаршивец смотрел на меня несколько минут, а потом мурлыкнул, прижался к моему животу своей непропорционально большой головой. Это была любовь. Не с первого, правда, взгляда, но навсегда. Запаршивец быстро рос и вскоре превратился просто в паршивца, пропорционального во всех отношениях огромного британца. Дело в том, что дома он был тише воды и ниже травы. Просто ангел какой-то, ласковый, добрый, внимательный и понимающий. Но стоило ему выйти в сад, и тут начиналось. Включалась сирена в 120 децибил, от которой у соседки подскакивало давление и падали тарелки из рук. Паршивец шел на вы. Он нападал на бабочек, гусениц, мышей, крыс, стрекоз, котов, кошек, птичек, собак любых размеров и мастей. Только стоило им приблизиться к его саду. Вскоре бабочки облетали наш сад стороной, а собаки тащили своих владельцев на другую сторону улицы. Паршивец, паршивец же ты! Кричал я ему, выскакивая с дома, когда он нападал на очередную собаку, посмевшую слишком приблизиться. Да оставь ты несчастную собачку в покой, но она ничего плохого не хотела. Я извинился перед всеми соседями и тяжело вздыхал. Выхода из создавшейся ситуации не было никакого. Короче говоря, разогнав всю живность вокруг, паршивец загрустил. Драть больше было некого, доказывать свое превосходство было некому, и он выходил в сад в надежде на очередное столкновение. Я по инерции ругал его за склонность к насилию, за паршивый характер и за косые взгляды соседей. Но паршивец упорно выскакивал в сад. Правда, визга я не слышал уже пару месяцев. Вдруг отметил я про себя и удивился. И тут... А тут я услышал стук в дверь, выходящую в сад. Видимо, ее закрыл порыв ветра. Подойдя ближе, я увидел, как паршивец, со всей силой разгоняясь, бьется в нее головой, пытаясь открыть. Я распахнул ее, а он, вылетев пулей наружу, исчез в направлении кустарника. Я побежал за ним, ожидая увидеть несчастного кота или безвинную собачку, забредшую к нам в сад. Отчаянно, костеря паршивца и умоляя не начинать драку, я остановился в маленьком закутке, образованном кустами. Мой паршивец сидел, открыв пасть, извергая из нее кошачий корм, кусочки сыра, творога и мяса. Напротив него сидел малюсенький серый котенок. Из его носика стекала капля. Судя по всему, он был простужен. Котенок мяукнул и, потершись от паршивца, принялся есть. Паршивец поднял свою большую голову и посмотрел на меня глазами полными удовольствия. Он сумел таки вырваться и покормить своего питомца. Мне стало нехорошо, и я опустился рядом на корточке. Паршивец, так ты, значит, все эти месяцы выкармливал котенка, а я тебя ругал за это? Пытался не пускать в сад и всячески мешал? Паршивец подошел ко мне и толкнул меня головой снизу вверх и мурлыкнул. Он прощал меня. Через полчаса мы ехали к ветврачу, моему хорошему знакомому. Только он разрешил привезти кроме котенка еще и паршивца. Так что, когда врач взял пушистого малыша на смотровой стол, чтобы обследовать и сделать необходимые процедуры, паршивец сидел в сторонке на стуле возле стола врача. Он приподнялся на задние лапы и смотрел во все глаза за тем, что человек в белом халате делает с его питомцем. Сделав пару уколов, промыв глаза котенку, врач обернулся на странный шум, а я повернулся вслед за ним. Паршивец стоял все так же, вытянув шею в нашу сторону, но рот его был широко раскрыт, язык высунулся далеко вперед и ходил точно как у запыхавшейся собаки. А сам он сотрясался всем своим большим телом, как будто кто-то изнутри бил его молотом. Врач уронил на стол котенка и закричал, тихо, тихо, а ну-ка успокойся, не смей, мне тут только инфаркта твоего не хватало. И схватив паршивца на руки, он бросился к столу. Сделав ему пару уколов, он положил кота в переноску и сказал мне, что тот проспит пять-шесть часов. Я знаете ли, говорит ветврач, видел, чтобы собаки, но чтобы кот так переживал за какого-то котенка, но это, знаете ли, первый раз в тридцать лет моей практики. А так это не какой-то, заметил я, а это его котенок. Приехав домой, я вытащил из переноски паршивца и положил его на кровать. Рядом устроился котенок. Малыш уткнулся головой в бок своего кормильца и заснул. Задремал на кресле и я. А когда проснулся, то увидел, как паршивец облизывает своего малыша. А тот, перевернувшись на спину, бьет его по голове всеми четырьмя лапами. Я щелкнул затвором фотоаппарата. Мамочка, папочка, спаситель, кормилец, котя. Перечислял я вслух предполагаемые новые имена. На котю паршивец оглянулся и мурлыкнул. Так я его теперь и называю. Котя. А малыш давно вырос. Он ходит за своим папочкой неотлучно, а тот его учит всем премудростям. Как нападать на бабочек, гусениц, стрекоз, птичек, котов, собак. Ну что ты скажешь, настоящий запаршивец, но самый любимый кот на свете. А как ваши питомцы удивляют вас? Пишите в комментариях.